Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – применение географических картосхем. Сегодня на уроке вы научитесь выполнять картосхемы по заданной теме. Что же такое картосхема? Картосхема – это такая же карта, только с упрощенно обобщенным изображением элементов содержания. Происходит от слов «карта» и греческого слова «схема набросок» или «план». Прежде чем говорить о картосхемах, давайте вспомним, что называется картой. Определите характерные черты географической карты. Для этого вы можете открыть свой атлас и посмотреть на карту. В каждой карте есть определенные признаки. Эта карта имеет свой определенный масштаб, градусную сетку и условные обозначения. Классификация карт следующая. По охвату карты бывают мировые, региональные, по содержанию общегеографические, тематические, комплексные, по масштабу крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные. Посмотрите, перед вами дорожная карта древнего мира. Черты земной поверхности построены без строгого соблюдения масштабов, обычной безградусной сетки. Картосхема отображает наиболее характерные черты изображаемых явлений и географических объектов, а облегчает наглядное представление о них. Как вы думаете, сможете ли вы пользоваться такой картой? Катографические изображения в древнем мире были достаточно примитивными и напоминали схему. В это время не было ни науки катографий, ни основ составления карт. Например, в древнем мире создавались карты, предназначенные для военных компаний. Перед вами примером может служить такая водорожная карта. На ней показан весь мир, известный в то время, от британских островов на западе до осья реки Ганг на востоке. С севера и юга изображены океаны. На карте нет катографической сетки, искажены расстояния между населенными пунктами, нет масштаба. Реки текут с запада на восток или с востока на запад. Назначение этой карты – указать путь. На ней вдоль дорог подписана длина линий, а изломы этих линий показывают станции. Дорожные карты очень хорошо служили практическим нуждам. Следующая карта составлена уже арабскими картографами. Имеет своеобразный вид и отличается от изображений местности, созданного по принципам европейской картографии. Географические объекты, независимо от формы, изображены в виде прямых и кривых линий. Иногда такие фигуры имеют строго геометрическую форму в виде окружности, прямоугольника, треугольника и другие. Современные катосхемы, конечно же, делаются на основе новейших карт. Теперь ответьте на вопрос, по каким признакам можно на круглой карте узнать Каспийское море? Для получения дополнительной информации и углубления знаний в учебниках даются картосхемы по конкретной теме. Картосхемы – это вспомогательный графический материал, который помогает понять некоторые природные явления в размещении географических объектов. Например, при изучении темы климата в дополнение к тексту дается картосхема. В данном случае катосхема годового количества осадков в Казахстане. В данной катосхеме, обращаясь к условным обозначениям, к цветной шкале, мы можем сразу же узнать, где больше всего выпадает осадка. Зеленый цвет от 600 до 800 мм. Больше всего выпадает осадка на предгодной зоне, на юго-востоке Казахстана и на севере Казахстана. Меньше всего осадков выпадает у нас в районе озера Бархаш, в районе Аральского моря, на юго-юго-западе Казахстана. Следующая катосхема – это катосхема, используется при изучении социальной и экономической географии. Катосхема – северо-казахстанского экономического района. В данном случае мы можем узнать, с какими областями граничит данный экономический район. Границы, внутренние границы мы можем обозначать. Так, например, при изучении темы рельефа дается подробная аэрографическая схема определенной территории. В данном случае – аэрография Казахстанского Алтая. Здесь мы можем увидеть уже более подробно горные хребты и горы, обозначенные с этим коричневым линием, их название. Значит, реки здесь обозначены, озера, населенные пункты, железные дороги и государственная граница. Для освоения вот такого текстового материала, например, населения земли по регионам, значит, по плотности населения, можно прочитать данный текст и в дополнение обратиться к карте или картосхеме плотности населения мира. Мы можем не сразу увидеть общую картину, то, что самая высокая плотность в Индии, в Китае, в Японии, в странах Европы, меньшая плотность, например, в Казахстане, в Могуле, в России, в Австралии, в Канаде и другие. Ребята, закрепление сегодняшней темы предлагаю в следующем задании. Значит, для начала вам необходимо в тетради записать определение картосхемы. Что такое картосхема? Это первое задание. Второе задание. Значит, на практике вам необходимо разработать картосхему, используя следующий текст. Вам дается текст, вам необходимо его прочитать, с ним подробно ознакомиться, приготовить чистый контур с границами стран, приготовить политическую карту, открыть политическую карту и начать создавать свою картосхему. В дополнение дается план составления картосхемы. Самое первое, что мы делаем, определяем тему нашей картосхемы, прочитав текст. После определения темы ее подпишите. Сверху по центру подпишите название своей картосхемы. Значит, дальше. Необходимо вам определить с условным обозначением. Значит, 14 стран ОПЕК, вам необходимо обозначить на карте. Эти страны вы находите и выделяете одним определенным цветом на своем контуре. Можете название страны не подписывать. Просто выделите цветом, обозначите условное обозначение в углу своего контура. Таким образом, вы создадите свою картосхему. В заключении, пожалуйста, подумайте. Картосхема. Преимущества и недостатки картосхемы, какие вы заметили. Сравните для этого картосхему с картой. Спасибо за внимание, ребята. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok